привет зритель что-то у меня совсем все не так не так в этот сезон с красотой сегодня у нас уже сейчас я найду какое хоть сама узнаем сегодня наш уже 8 сентября 7 часов 21 минута вечера и вот я только еще пишу сажусь эти баночки ухода короче чё начну давайте с этого хваленого рекламного шампуня татьяна там в каментах восхищалась им он вместе с маской говорят 10к стоит знаете я не знаю за что тут 10к света что мне его прислала сказала что она как мартышка и понюхает и возьмет ну как очки а оно не действует как-то непонятно как она действует вот я вчера и мыла голову но мыла как бы не сказать что супер рано сегодня ездила выдр я поехала где-то в час уже было ну и как бы расчесала они еще приличные были но думаю удобнее ехать когда волосы хвосте мало ли там дождь пойдет еще чего все равно под кепкой и когда я сейчас сняла этот хвост расчесала волосы но я могу вам продемонстрировать хотя я думаю уже видно что они ну как бы не первой сверсти в общем во первых это керастаз париж я только потом совсем недавно когда второй раз голову стала мыть уже три раза мыла им я заметила что тут париж некая как вот там короче кто-то мне где-то то ли писал то ли в каментах то ли говорил то ли в чат то ли еще куда то то ли в какую-то там личку что это корейская косметика это лореаль этого реаль короче говоря она у меня от безысходности но я ему дам шанс переходит до света поюзала отдала мне на на затес посмотреть мое мнение поэтому она как бы не полная ну и спасибо что она не полная хоть не долго заюзывать тут 250 миллилитров изначально я его сначала помыла волосы им значит ну как бы приличненько так вылила на волосы вспенила ну вроде как все нормально то есть все потом света мне написал что он типа дохрена экономичный но знаете вот органик тай который мне влад дарил спасибо влад если вдруг увидишь однажды снова бывший подписчик как то так не знаю некоторые хейтеры становятся бывшими а потом понимают что я их разбанила и приходят снова и подписываются даже на канал посыба может я так до 7000 наберу подписчиков ты сейчас 64 с чем-то там плюс минус один короче вот органик я потом его еще покупала сама если немножко капельку капнуть ну допустим столько наливала я в этот ну грамм допустим 10 я наливала в какой-нибудь флакон давливала воды и у меня было где-то 1 10 вспенивала так встряхивала и жиденькой водичкой поливала волосы немножко но действительно вспенивалась хорошо промывала действительно экономичный тут я чуть-чуть налила ну то что то расстояние количество шампуня вот такое вот не сказать что с ладошку ну вот такое допустим кружочек то я налила во флакончик один из под и фрашевского шампуня до потопного уже снятого и добавила воды 200 миллилитров он на какую лужу мне этого средства счастья хватило на два раза причем то я ну раз помыть две трети от этого всего чтобы вылить а второй раз мне уже там мылом пришлось домывать там один она была год в ходе коробочка от него короче я тогда это фигакнула потом вот эту маску фигакнула маска оказалась супер экономичная я смыла волосы думаю что то у меня такое ощущение будто волосы не промыла они уже почти высохли местами я смывала еще раз и я как мне свет сказала я поняла что она действительно экономичная и она совсем совсем чуть-чуть вот это действительно экономичная и она совсем чуть-чуть но один раз только юзалась и в таком составе шампуня хватает ну где-то на двое суток шампунь без маски или бальзама вообще никакой второй раз я мыла им вот именно в таком разведенном виде да это у меня на сентябрь заявлено я вот в сентябре уже и мыла мыла в разведенном таком виде и думаю ну как бы маска же не обязательно каждый день юзать да можно такой вот как бы просто им помыть я понимаю что у меня волосы требуют какого-нибудь бальзама за бальзамом надо идти волосы мокрые или какого-нибудь смывания или чего-то увлажнения такого ощущения что не как бы сухие безжизненные не сказать что пакли но вот мокрые волосы но ощущались как сухие и не требовали увлажнения короче ерунда допустимался вот этого счастья и потом как бы они у меня на следующий день были уже соответственно ну как бы не были не очень чистые на следующий день не были такие так себе а это вот я потом мыла их уже другой раз третий раз и мы его использовала той же самой разведенной фигней но как бы в разведенной консистенции уже вот с этим бальзамом хороший бальзам я к нему потом отдельно перейду ну в общем это как бы местами если вам не охота смотреть как я тут трендычу про этот шампунь может это минут через пять перемотать на другое уже на все остальное в общем мне никаких восторгов от него нет я так поняла что он совершенно не концентрированного надо наливать ну как бы небольшое количество на ладошку успенивать и будет счастье и надо использовать исключительно смазка это или с каким-нибудь бальзамом само по себе она вообще никакое фигня за которую берут на огромные деньги исключительно потому что это лореаль так что люди знаете эльцефу лореаль тоже есть и говорят кому-то нормально кому-то не очень хорошо что мне света вот это презентовала чисто на попробовать если я сама однажды купила так я думаю блин это деньги на ветер вообще я вот это счастье не советую в этом деле я солидарно со светой в том плане что как мартышка с очками попробует пою за это ну не то не все но она у меня будет юзаться с каким-нибудь маской наверное с этой или просто с бальзамом сентябре а потом будут пустых баночках вот это раз уж я маску в руках держу керастаз керастаз ну да керастаз так и есть вот я еще тогда подумала почему если она говорят что но корейская тут выглядит как она будто бы французская внизу париж на реаль эликсир ультимейт для маска я что-то тут как бы и на английском на французском читаю я уже забыла как это на французском 12 месяцев после вскрытия 200 миллилитров смываемые вот я нашла по-русски смываемый уход это называется смываемый уход действительно смываемый уход надо действительно очень мало на волосы даже вот то что они у меня вроде когда плеч надо совсем чуть-чуть иначе вы задолбаетесь смывать вы на воду потратите больше чем там маска стоит блин не конечно не в таком количестве что совсем вот пять тысяч на эту воду вылетели сколько там маска стоит перехожу сейчас вот к этому счастью мне тогда света прислала на две такие штуки одна для сухих волос была а другая вот как бы всем типам и волос подходит по ходу дела бальзам кондиционер для волос тот который для сухих я отдала подруги потому что у нее как бы сверху жирная снизу сухие она вот эти кончики и мажет чем-нибудь игру хочешь возьми это у нас мастерская олеси мустаевой бальзам кондиционер для волос маслом брокколи мне кажется у меня была немножко другого формата баночка вот той же олесе тоже брокколи и дарила другая подписчица и он принципе прикольно мне понравился вот то я его попробую может у меня там есть самопальный шампунь имени меня на мыльной основе попробую стоить со своим самопальным шампунем и посмотрю как он в действии но вот с этим счастьем который от которого ну типа считается профессиональный уход с этим профессиональным уходом она в принципе она мои волосы оживила после этого профессионального шампуня который их так как-то очень странно помыл обладает облегчает расчесывание делать волосы более мягкими и шелковистыми 120 миллилитров хорошая штука как бы не панацея но вот чисто попробовать так поюзать но на раз она мне вот первый раз понравилась там посмотрю так как это мне кажется на озоне можно купить то в принципе да ну вроде на зоне и сазона и было ну когда сазона то если мне вдруг приспичит то я буду знать такую штуку можно купить на зоне спасибо свете это у меня будет юзаться в сентябре коробочка просто мыло сейчас на кухне это когда-то давно покупала это лимитка и фраше хрен знает в каком году до июля 22 года ее надо доюзать очень хорошее мыло правда но не пахнет миндалем оно не а точнее оно должно было пахнуть хуй оно не пахнет ни хрена хуй оно пахнет такой приглушенной ванилью раньше в эйвен были такие круглые коробочки там были конусы вонючие свечки еще какая-то фигня и это все было ванильное вот именно той ванилью пахнет это мыло немножко миндалем отдает немножко ванилью но никакой не хвои ни чем-то еще одно у меня пока лежит на кухне когда мою посуду то потом мой руки а иногда просто надо помыть руки кухня ближе но когда у меня закончится то что лежит в ванной я возьму то что лежит на кухне и то что у меня лежит в ванной это мне тетя привезла из своей своего путешествия со школы что ли они ездили в этом году где тут оно шуйское барское заморское мыло твердое глицериновой ручной работы сувенирное с морскими минералами ну там какое-то оно морское да вот заморское типа морское морские минералы музей мыло с города шуя я когда уехала в деревню на 2 недели я приехала у меня вот это потрескалась помните но если вы смотрели обзор моего ухода из деревни я бонусом записала знак извинения за то что вот это я записываю сейчас но и как бы не в конце августа допустим не в самых первых числах сентября вот грен знает уже 8 сентября да там мыло не нефис косметика но потресканная была вот у меня счета как-то эти мыла любят трескаться вот это было внезапно но не то чтобы потрескалась я уезжала такой хороший мягонький мыльный кусочек был я приезжаю но так вот высохло оно приобрело какую-то форму шляпки оно высохло и выглядит два раза меньше чем было и когда я его стала мылить она у меня в итоге потрескалась сейчас вот там уже смылились пару кусочков осталось очень хорошее мыло как допустим гель для душа использовать на мочалочку нафигачил вот мне на мочалочке тогда осталось очень много пены я вчера этой пеной домывала волосы потому что этот шампунь стоял здесь я ожидала считывала вчера записать этот пустые баночки все остальное включая уход но как-то не сложилось кстати тут 100 грамм было и в итоге у меня на губке очень много осталось думаю ну потом я ее помою губкой так потерла пену вдолбила и этим счастьем потом домывала чисто по моему имя в голову не мыла но она мне понравилась вот она по запаху вообще шикарное такое как ручки помыть мылка такой совсем чуть-чуть возьмешь и песка идет как тушку помыть кожу не сушит крутое если вдруг когда не будете городе шуя я бы то что туда съездила возьмите меня с собой за компанию говорит лёля ну короче если вы будете однажды городе шуя зайдете музей мыла там моя тетя делала у них был мастер-класс по мылу то купите это мыло себе в городе шуя очень крутое но не именно это может какое-то другое но мне будут тоже юзаться в сентябре я достала тут после вскрытия 6 месяцев живет не знаю уж как проживет я решила что его надо заюзать это и фраше пюр камиль когда-то давно я покупала да кстати его надо до юзать до сентября следующего года увлажняющий крем для всех типов кожи день и ночь наносите на кожу лица избегая контура глаз франция и фраше майтен франция франц точнее франч ну короче как то так фуранцию на япе если вот такой вот кремик он нежненький очень экономичный мне он нравился но пришло лето жарко и как-то было не до него потом я уезжала по большей части в деревню но когда была в деревне его с собой не брала тут был а когда приезжала сюда то было лето жарко то как-то некогда было вообще им поюзаться но и в общем у меня стоял стоял и я думаю что на его в сентябре снова юзать у меня тогда я выбирала его в подарок универсальное средство я такое же только бочонок по 30 миллилитров тут 60 миллилитров ну или грамм короче в два раза меньше бочонок в деревне тоже здесь вот как бы на сентябрь заявляют оказать жива на отдельный отзыв есть на него полноценный такой флэйлисте ма индия если хотите гляньте там два ролика один про ма индию про магазин другой вот про это счастье джон молли представитель на озон вот у него именно такой вот можно купить с русской инструкцией тут совсем чуть-чуть осталось а универсальное средство общем она у меня как бы юзается так чем у меня тут так как у меня с гигиеничками все еще проблема я никак не ну как-то руки не доходят создать самой себе свой бальзам там за губ то я пока даю завы вот это счастье чуть меньше половина осталось это она как бы изначально было прозрачное наносите на губы и губы становятся розоватые проявляется вот это саллы цвет такой сейчас она сама вот такой себе по себе тут 99 процентов алоэ пэйн фэн этот пэйн фэн можно найти на зон я покупала это минька как бы считается пробничек покупала на али у меня вроде еще какой-то там был но он бывает такой вот стиком еще давно в 90-е года я покупала этот такой стик может рублей за 15 как единичку проявляющуюся у нас на механке магазине вот еще мне я еще даже несовершеннолетняя тогда была скажем так в 18 мне еще не было а этот в общем на зонде видела и такой формат ну как кисточка и вот выдвижная помадка и на лето видела но мне тогда захотелось эту штуку попробовать очень хорошая штучка хорошо увлажняет губы нам долго хватает хоть в отзывах писали что то вообще там на пару применений вот у меня но я ее использую как бальзам для губ иногда наношу под какую-нибудь помаду иногда вот на выход из дома если вдруг интересно что на мне то я сейчас найду это новая кстати помадка на цветы тоже из той посылки асмр на последнюю которая перед деревней перед своим четвертым уездом в этот сезон делала тут у нас 7 7 7 7 7 in вот она сейчас на мне если чо просто иногда в камень так спрашивают чтобы уж не вспоминать то сразу тут кстати заодно сейчас руки помажу это тоже кстати а цвет из первой посылки оба кремя были как бы полноценными я их Оба просто слегка заюзал. Один у меня таскается в сумочке, либо в рюкзачке, а другой юзается дома. А если я там никуда особо не шастую, то один у меня лежит у компа, а другой юзается на кухне. Я хотела его в этот раз взять в деревню, но в итоге в деревню взяла другой. Из второй посылки это лилия и собачка, а тут у нас роза и кошка. Сейчас роза и кошка, и помажу ручки. Очень по запаху напоминает крем для лица, пион и чага от Гринмамы. Тоже так вот розой пахнет. Хорошо впитывается внезапно. Где тут это? Биаква, это китайская фирма, я даже не знала, что в Китае есть такая крутая фирма, и что вообще они там косметику какую-то делают. Быстро впитывается, хорошо увлажняет. У меня вот сегодня кошка пока кушала грибной супчик и трендичала с товарищем по телеге аудио. Ну, позвонила ему поболтать. Моя кошка слегка тут это поразукрашивала. Причем оно до крови даже было изначально. Я заметила поздно, но вот оно помогает, кстати, всю эту мелочь затягивать. Ну, конечно, не настолько вот как кайлаш, что чисто лечебная мазь, но хорошая очень кремика, то это другое, они у меня, да не по 30 грамм, они у меня в сентябре будут юзаться. Возможно, будут в пустых баночках, возможно, нет. Тоже спасибо Свете. Там вообще три таких штучки, но я пока не наставила, потому что вот у меня эти кремики есть, и там еще одна штука, которую мне надо даюзать, потому что у нее через 2-3 месяца срок годности закончится. Это у нас яичная какая-то корейская штука. Так, сейчас вспомню. А, это умывалка, очень экономичная, хорошая корейская умывалка. Знаете, вот такие азиатские умывалки, которые вот с вот эту часть ногтя, которая белая, выдавите, вспените и помойте физиономию вообще ништяк. Из той серии, как корейские зубные пасты Дентал Клиник, Керасис. Но, кстати, тоже будут в обзоре. Это тоже от света, тут 30 грамм, думаю, надолго хватит. Биаре я вспомнила сейчас, только я забыла, то ли это корейская, то ли это японская была. Кто-то там мне дарил из подписчиков. Вот. Хорошая штука. Я в интернете еще почитала отзывы, даже конкретно на эту штуку, на полнометражку. Это типа как, ну, пробник-непробник, мелкая версия. Что, я так поняла, что это какая-то дофига крутая штука. Ну, пока она мне нравится, реально дофига крутая штука. Так, тут у нас какая-то штука пять в одном. Света вроде сказала, что это маска. Я почитала, что ее можно наносить на лицо под макияж, если вы, допустим, пользуетесь макияжем. Еще что-то с ней можно делать. Короче, очень универсальная штука. Тоже сделана в Корее, видно. 12 месяцев после вскрытия. И я думаю, буду ее юзать как маску. Как раз вот я сегодня поняла, что, как бы, кожа уже слегка сохнет. Как бы холодно. Как бы надо что-то такое делать. Леврана. Я, помнится, писала в эту Леврану, чтобы, ну, как бы, типа, сотрудничество с блогерами на обзор, но они меня нагло продинамили. Вообще, ну, нет, мы написали, нет, вы нам не подходите, извините, как там три или четыре компании сделали. Но они меня тупо проигнорили, а потом видела во взорах у человека, у которого была, ну, как бы, сейчас будете говорить, что я такая завистливая сволочь, да? Короче, ну, я не помню имя блогерши, но она даже сама признавалась, что вот из-за ее 15 тысяч подписчиков, а у меня тогда было 6 тысяч, ровно, где-то так, у нее они искусственным путем набрены, короче, боты, раскрутка. Ну, накрутка, раскрутка, накрутка, короче говоря. Я ей присылалась, я у нее видео смотрела, он там такой отзыв был, типа, это говно мне какое-то присылали, хоть я им сама писала, они мне говно присылали. Короче, эта Леврана мне отказала, проигнорила меня. Думаю, ну, хрен с вами Леврана. И тут мне Света прислала эту Леврану, алоэ вера витаминизирующий крем до век, 15 миллилитров. Я им, по-моему, один раз пока только пользовалась перед деревней. Ну, вот, пришла пора, думаю, тут просто вообще как-то совсем некогда было. Был момент, что мне даже поесть как-то некогда было. О чем я говорила в каком-то и стриме. Да, вот стрим мне было когда провести, я включала пару раз стрим подряд вчера и позавчера. Леврана на кухне, когда там что-то делала. А вот кремом помазать, поесть было некогда и кремом помазаться было некогда. Так вот получается, сделано в России. Леврана, в общем, я ее поюзаю с удовольствием. Потом в пустых баночках мне не расскажу, и она у меня будет в сентябре юзаться. Я помню, юзалась каким-то кремом, мне очень нравился. Гринмамовский, ну, там как бы для глаз, для области глаз. С черникой 50 мл этого крема хватало на год. С хвостиком можно было им мазать еще что-нибудь. Тоже от Света, кстати, с первой посылки Луна Тура. Энзимная пенка. Очень экономичная, я ее умываюсь, использую ее как скрабик. И как бы, ну, не каждый день. Вот приехала из деревни, сразу я ее умылась. Потом вечером уже полезла в ванну горячую, чтобы согреться, потому что тут холодно. Тут 18 градусов на эту большую комнату, как-то холодно. Видите, я сижу, хоть и в пижаме, но в красивой такой теплой штучке, шарфике. Валентина, хрену знает. А в деревне 18 градусов, вполне себе нормально в избе. Может, потому что есть бодель вянная, тут все кирпичное, хрен знает. Короче, хорошая штучка, мне очень нравится. Действительно, очень экономичная. Я думаю, надолго ее хватит. Может, до конца года даже. Спасибо, Света. И вот буду юзать ее в сентябре продолжать. Так. То, что я периодически покупаю на Озон, как раз та самая керасис дендалклиник. О чем я узнала совсем недавно, что керасис дендалклиник – это одно и то же. Совсем чуть-чуть осталось. Ну, я в конце сентября поеду, ну, не то чтобы в конце, может, числа 20 сентября поеду дней на пять в деревню, там, урожай дособирать и тому подобное. И, как бы, у меня там точно такая же паста лежит, но на две трети или даже на три четверти полная. Я думаю, что потом, когда буду привозить, скорее всего, в конце сентября все это, то у меня эта паста перекочует сюда. Ну, а если вдруг она закончится здесь раньше, то у меня где-то стоит Уптан, которым тоже можно чистить зубки. Пока что она у меня заявлена на сентябрь на уход. Очень экономичная, очень классная. Мне очень нравятся эти пасты на Озон покупала. Так, у меня тут есть масло для смывания морды лица. Ну, как бы, вот эту помаду, допустим, смыть. Гидрофильное масло. Так, что тут у нас? Миндаль. С маслами миндаля и манго. Им можно просто протирать лицо. Я там почитала. А можно, как бы, удалять макияж. А тут даже еще что-то можно отклеить и прочитать еще. Ну, я потом отклею и прочитаю еще. Просто сейчас увидела. Вот оно. В принципе, оно было полноценно полное. Я эту тую немножко юзала. Вот оно у меня будет юзаться в сентябре. У меня, конечно, еще осталось немножко сливочек от Грин Мамы. Но я подумала, вдруг они закончатся. И, как бы, все равно чем-то буду юзаться. Я взяла сразу это масло на обзор на уход. Грин Мама. Формула Тайги. Сливки косметические для снятия макияжа. Череда и корень дуванчика. Мне очень нравятся эти сливки. Я с ними знакома уже 10 лет с хвостиком. И периодически, если покупаю что-то на Грин Маме, или покупаю ее на Озон, там, или когда была в Ярике, давно еще когда общалась с Ленкой Снегиревой, то покупала иногда Грин Маму в этом самом, в Ривгоше, короче говоря. Я стараюсь покупать периодически эти сливки. Мне очень они нравятся. Они экономичные. Тут 170 мл. Ну, и, как бы, когда закончатся, может быть, я снова их куплю. Но, так как у меня еще есть маслица, то, может быть, ну, может, куплю, допустим, на следующий год. Или когда-нибудь еще. Так что, я вот чисто вам такие советую. Они действительно хорошо смывают макияжик. Может, какой-то суперстойкий не с одного ватного диска, а с двух или с трех, но все-таки смывают. Можно даже просто морду лица протереть им. Так. Помните, у меня был нескончаемый бальзам Эйвен Кэ с бананом от подписчицы Лёли? Он у меня все еще есть, но у него срок годности еще где-то полгода с лишним есть до конца. А это тоже от подписчицы Лёли Эйвен Кэ масло кокосовосстановление. Лосьон до тела, до сухой, очень сухой кожи, 400 мл. Я немножко отливала в баночку по типу, как вот такая, размером. Ну, размером-то чуть побольше, но по типу такой, как вот крем вот этот и фрашевский. И брала с собой в деревню. Ну, там лицо протереть, еще что-нибудь. Но так как я большую часть того, что мне там уже не понадобится, увезла сюда, то, в общем, как бы у меня эта баночка есть, и вот тут, может быть, вот столько осталось. Я решила, что его надо заюзать сначала, потому что он у меня до ноября этого года. А сейчас у нас сентябрь. Сентябрь, октябрь, ну, значит, ноябрь еще юзится. В общем, два-три месяца ему осталось. И я решила, что в первую очередь надо заюзать те, которые вот срок годности заканчиваются. Очень классно, оно мне очень нравится. Оно лицо им хорошо протирать. Вот в деревне в основном протила. Для тела действительно, как крем для рук можно использовать. Иногда вот я тут ждала, когда у меня будет время, чтобы записать этот обзор. И кремики у меня были тут где-то закиданные. Я открывала его, капала на ручку и мазала. Кстати, вот люди, руки до сих пор еще так как бы мягкие. Да и вон эти ранки-то практически затягиваются. Хотя вот калашем-то я сегодня не пользовалась. В общем, с того крема роза и котик. Вот это мне очень тоже нравится. Короче, спасибо Лёле. Вот оно будет юзаться в сентябре. Так, что у меня еще тут есть? У меня тут еще есть крючку. Я так и не нашла, которую еще тише заныкал. Грин-мама. Крем для ног. 24 часа уход. Мочевина. Бетаин. Миндальное масло. Африканское карите. 400 миллилитров. Пока была в деревне, соответственно, я мне юзалась. Тут как-то это, когда юзалась, когда нет. Здесь, по-моему, вот где-то 1 четвертая или 1 пятая осталась. Он очень экономичный, очень хороший. Крем хорошо впитывается. И, по-моему, мне его надо доюзать до марта следующего года. Я надеюсь, что он закончится. Сейчас как раз будет время. Ну, я надеюсь, что у меня будет время, допустим, им пользоваться после душа. Ножки помазать. Или попарить ножки и им помазать ножки. Так что, не факт, что, конечно, он будет в пустых баночках сентября. Но, возможно, что он будет в пустых баночках ноября где-нибудь. Вот. Это хороший очень крем. Так, и последняя, по ходу дела, вещь. Из ухода. Это лавандер, тоник для лица, минеральный комплекс, бис, сабалол, серебро, мастерская. Олеси Мустаева. Это тоже во второй посылке от Света было. Очень хороший тоник. Мне понравился. Я его сегодня, перед тем, как выдры сгонять, лицо протирала. Специи, в которых я вчера делала свиное мясо, как-то дают о себе знать. В общем, мне вот этот тоник очень понравился. Спасибо Свете. Я вообще как-то не загонялась, что у Олеси Мустаева очень большой, я так понимаю, выбор косметических средств. И он у меня будет юзаться в сентябре. Возможно, будет в пустых баночках. Так, и по ходу это весь мой уход. Действительно. На сентябрь. Всем спасибо за просмотр. Ну и встретимся в обзоре моего парфюма на сентябрь. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.